В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина никогда не допустит расовой дискриминации и возврата фашизма, заявил президент Петр Порошенко во время церемонии почтения памяти жертв нацизма в мемориальном комплексе Бабий Яр. Эта трагедия напоминает всему миру, как опасная межнациональная вражда, подчеркнул глава правительства. Память жертв нацизма также почтили премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов и другие высокопоставленные чиновники. На протяжении 1941-1943 годов 100 тысяч невинных жертв Бабьего Яра, две трети из которых были евреями, были военнопленные, были православные священники, были психически больные из больницы имени Павлова, были тысячи простых киевлян, которых привели на это место и уничтожили, только потому, что кому-то не нравилась их раса, их национальность, их воля. И я уверен, что сегодня это напоминает всему миру, как опасна война, насколько мы должны ценить, пусть хрупкий, но мир. Сегодня это напоминает всему миру, как опасна война, насколько мы должны ценить, пусть хрупкий, но мир. Я думаю, очень символично сейчас, сегодня, на этом месте объединиться в стране. Украина должна полностью модернизировать свой военно-промышленный комплекс до 2020 года. На это направлена часть программы реформ Петра Порошенко, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкев. Воплотить стратегию президента Украины планируют за счет увеличения финансирования военной отрасли с 1 до 5% от ВВП. Кроме того, увеличить число военнослужащих более чем в два раза. Общественные активисты приветствуют повышение обороноспособности страны, но рекомендуют не забывать о правах каждого человека. Петра Порошенко То, чего не хватает в данном документе или в сегодняшней презентации, это словосочетание права человека. Мы все помним Евромайдан и один из лозунгов «Права человека превыше всего». И почему-то права человека не вспоминаются, хотя это как раз европейские ценности. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил председателя Верховной Рады Александра Турчинова созвать в неочередное заседание парламента. Глава правительства предлагает депутатам собраться для рассмотрения пакета антикоррупционных законопроектов, подготовленных правительством и президентом. В неочередное заседание Рады премьер-министр просит назначить на 7 октября. Пророссийские террористы продолжают атаковать позиции АТО. Более 50 раз боевики обстреливали украинских военных лишь за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Наемники вели огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия, обстреливая блокпосты в районе сел Никишино, Гранитное и Редкодуб. Кроме того, боевики нанесли удары по украинским войскам и в районе Толоковки, Малоорловки, Орло-Ивановки, Новогригорьевки, Трехизбинки, Маринки, Песков и Красногоровки. Их также подвергся нападению и Донецкий аэропорт, который контролирует украинские военные. Всего за сутки зафиксировано уничтожение трех вражеских танков, двух самоходных установок «Тюльпан», одного минометного расчета и более 50 боевиков. За прошедшие сутки геройски погибли девять украинских военных, 27 получили ранения. И погибло семеро бойцов 79-й отдельной аэромобильной бригады сегодня во время боевых действий в Донецком аэропорту. Девять военных ранены, сообщил советник президента Украины волонтер Юрий Бирюков. По его словам, это произошло в результате прямого попадания из танка в украинский БТР. Раненых эвакуировали. Трое мирных жителей погибло и пятеро получили ранения за минувшие сутки в Донецке в результате обстрелов террористами, сообщили в Горсовете. Накануне вечером в результате обстрелов градами повреждено здание Киевского райсовета и предприятие Точмаш, а также дамага за распределительное оборудование и трубопроводы в Кубышевском и Киевском районах. Вместе с тем, восстановленное энергоснабжение четырех трансформаторных подстанций в Ворошиловском районе после успешного ремонта на канале Северский Донец-Донбасс был увеличен объем подаваемой городу воды на 20 тысяч кубометров в сутки. Один мирный житель погиб в результате обстрела боевиками жилого дома в Макеевке. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Горсовете. Кроме того, в результате обстрела загорелся местный склад нефтебазы. Ранее очевидцы сообщили, что в Макеевку заехала колонна техники боевиков ДНР. В городе, несмотря на перемирие, каждый день слышны залпы тяжелых орудий. И вместе с тем, за минувшие сутки из плена освобождены 30 украинских военнослужащих, сообщили в СНБО. Среди них 27 бойцов Министерства обороны, двое Нацгвардии и один пограничник. Обмен состоялся в присутствии представителей ОБСЕ. В целом, после подписания Минского протокола 5 сентября были освобождены более тысячи украинских военнослужащих. Госпогранслужба укрепляет линию безопасности вдоль районов подконтрольных силам АТО на востоке страны. Военных столкновений между пограничниками и боевиками за последние сутки не зафиксировано. По словам спикера СНБО Андрея Лысенко, пограничники наладили взаимодействие с правоохранительными органами и местной властью. Это облегчает работу в зоне конфликта. Кроме того, военнослужащие получили новую партию бронированной техники. Также спикер СНБО сообщил о продолжении передислокации российских сил во временно оккупированном Крыму. На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым продолжается передислокация подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Неподалеку от армянской позиции российских военных усилены 10 БТРами, 10 танками и 3 установками ГРАД. Диверсанты так называемой ЛНР обстреляли блокпост сил АТО в 10 километрах от линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаля. Украинские военные открыли огонь в ответ, в результате чего боевики скрылись. По данным ОГА, жертв и раненых среди украинских военных нет. Документы, выданные властями аннексированного Крыма, не имеют юридической силы в Украине, заявила председатель Украинской государственной регистрационной службы Анна Онищенко. Крымчанам и вынужденным переселенцам с Востока рекомендуют для оформления документов обращаться в госорганы соседних областей. Это касается и документов, необходимых для ведения бизнеса и актов гражданского состояния. Анна Онищенко не исключает, что в скором времени создадут единый реестр перемещенных лиц. Со своей стороны, максимально на уровне нормативном мы пытаемся создать облегченные условия и упрощение перерегистрации для тех людей, которые и так уже пострадали. Как от последствий аннексии Крыма, так и от действий, которые происходят на территории Донецкой и Луганской области. Антимонопольный комитет Украины делает все возможное для того, чтобы сократить сроки рассмотрения жалоб относительно госзакупок лекарств, в том числе и социально важных. В этом заверила государственная уполномоченная комитета Светлана Мороз. В этом году в антимонопольный комитет поступило 118 таких жалоб, в том числе 31 на действия Министерства здравоохранения. Для экономии времени запросы и всю сопутствующую информацию принимают с помощью электронной почты и факса. Анализ полученных сведений совершается в максимально сжатые сроки. Благодаря этим и другим мерам дату рассмотрения жалоб на закупки лекарств назначают уже через 8-10 дней после ее получения. Согласно закону об осуществлении государственных закупок, срок рассмотрения жалобы органам обжалования составляет 30 рабочих дней с момента ее регистрации в органе обжалования. Однако мы, понимая всю важность закупок лекарственных средств, стараемся максимально сократить процесс рассмотрения в комитете таких жалоб. И в завершение нашего выпуска о погоде. Резкого похолодания на территории Украины до середины октября семноптики не прогнозируют, рассказал директор Укргенрометцентра Николай Кульбеда. Дневная температура будет колебаться от 11 до 15 градусов, а ночью ожидаем 3-8 градусов тепла. Погода будет достаточно комфортной и никаких аномальных явлений ожидать не следует, уверяют метеорологи. До конца сентября и в течение первой декады октября на территории Украины будет удерживаться антициклонный характер погоды. Эта погода практически без осадков, со слабым ветром и умеренным температурным режимом, который преимущественно будет составлять ночью от 3 до 8, в день 11-16 градусов тепла. В южных регионах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла. К этому часу это все новости. Далее программа «Национальный интерес». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова